Здравствуйте, в эфире программа Трибуна в студии Владимир Нестеров и сегодня у нас в гостях Сергей Рыбаков, заместитель председателя комитета СССР по науке, образованию и культуре, сенатор от Владимирской области Сергей Евгеньевич, здравствуйте. Сергей Евгеньевич, в июне этого года во Владимире состоится крупный парламентский форум «Историко-культурное наследие России». Расскажите о нем подробнее, кто в нем принимает участие, какие секции ожидаются и что вы от него лично ожидаете от этого форума? Я сразу хочу сказать, что это не обычный региональный форум, это именно парламентский форум, который проводится под эгидой Совета Федерации, сейчас он проводится раз в два года. Прошлый форум был в 2014 году и именно с этого года он получил свою прописку у Владимира. Мне, конечно, это особенно приятно, потому что я представляю Владимирскую область и особенность этого форума заключается в том, я бы так сказал, что он очень конкретный. То есть, в отличие от, может быть, многих других таких вот публичных широких мероприятий, он основан на очень конкретной повестке дня и самое главное, по итогам форума принимает совершенно конкретную резолюцию с предложениями, которые нужно реализовывать. В частности, прошлый форум, он был посвящен проблеме исторических поселений. То есть, общая шапка такая, единое название, это история, культура, наследие, но каждый форум имеет собственное название. Прошлый форум был посвящен историческим поселениям, причем акцент был сделан на малых городах. По итогам был принят целый ряд решений, чему способствовало то, что было, конечно, очень много гостей. И отрадно то, что приезжали люди, ну, скажем так, сверху донизу, да, с земли, с регионов, с районов, с различных городов, приглашали, например, представителей всех малых исторических поселений. Было вырублено много предложений и по итогам их, в общем-то, и были приняты серьезные изменения в законодательстве. Например, в 73-м законе, по сути дела, полностью сейчас заполнена лакуна, касающая исторических поселений. Тут дело в том, что раньше исторический город, историческое поселение, ну, это просто было такое красивое слово, и фактически никакой законодательной базы не было. Теперь есть понимание, что это, как это, какие документы должны разрабатываться, что может быть предметом охраны, и уже первые исторические поселения уже оформляются и получают свой необходимый статус. То есть вот эту проблему, в общем-то, решили с помощью прошлого форума. На этот раз форум будет посвящен такой интересной тематике, которая называется «Наследие традиции, взгляд в будущее». И вот здесь, несмотря на такое, может быть, несколько широкое название «Наследие традиции, ценности, взгляд в будущее», речь идет о совершенно тоже конкретных вещах. Будет совершенно точно уже три секции, это как минимум три секции, которые посвящены будут, во-первых, конечно же, памятникам истории и архитектуры. Это всегда у нас ключевая тема нашего форума, и сколько эту тему несовершенствует, она по-прежнему нуждается в усовершенствовании. Ну, потому что очень сложная тема. Это же не просто культура, это стык и культуры, и науки, и искусства, и очень даже земных вещей. То есть городостроительства, архитектуры, земельных, имущественных вопросов. Поэтому закон 73-й об охране культуры и наследия очень сложный, он постоянно, конечно, меняется и должен успевать в ногу со временем. Вторая секция, она будет посвящена во многом книге. Это тоже такая интересная и важная тема для нашего форума-это новация. Вот, к сожалению, как-то так получается, мне об этом приходило, к сожалению, уже не раз говорить. Книга выпадает сейчас из функционального поля наших государственных органов. Потому что есть Роспечать, есть поддержка, и, кстати, это ведомство очень много и хорошо работает на поддержку издания книг. Но это поддержка издательств. А вот именно работа с писателями, работа с писательскими союзами, скажем, проблема книгораспространения. Вот это те важные вещи, которые часто остаются непрекаянными. Пропаганда книги. Очень важный вопрос, потому что мы любим сетовать на то, что стали меньше читать, но надо что-то с этим делать. И это, конечно, неправильные тенденции. Ведь даже уже по большому счету неважно, бумажная книга, электронная, но читать меньше нельзя. Наша страна не должна терять вот это знамя самой читающей страны. Поэтому вот много-много очень вопросов. Следующая тема, которая, скажем так, прозвучит по-новому, это тема нематериального культурного наследия. Давайте подробнее поговорим о нематериальном культурном наследии России. Вот что вообще подразумевается под этим термином и какие проблемы на сегодня существует? А вот ситуация такова, что сам термин, он для нас очень новый. Дело в том, что в документах ЮНЕСКО, в международной практике он широко используется. У нас, без сомнения, тоже используется, но, например, законодательная база отсутствует полностью. То есть мы, в общем-то, до конца пока еще не понимаем, что это такое, как с ним работать. Здесь нужна даже определенная исследовательская работа. Мы интуитивно, конечно, понимаем, что это такое. Это фольклор, это народные традиции, обычаи, обряды. Я так совершенно упрощенно, понятно объясняю. Да, 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 народные промыслы. Да, естественно, не сами изделия изготовлены в ходе народных промыслов, а технологии изготовления, приемы, способы. Может быть, кухня. Да, абсолютно так. То есть, на самом деле, достаточно широкий список. Это все, что связано с воспроизводством народной культуры, по сути дела, и с народным творчеством в том числе. Понимаете, мы много об этом говорим. В принципе, в нашей стране, конечно, еще, кстати, с советских времен, сделано в этом направлении очень много. И, может быть, мы, наверное, впереди действительно всей планеты по поддержке именно. Но вопрос заключается в том, что сейчас, конечно, новые реалии. Мы понимаем, что даже не из-за чьей-то злой воли, но в силу просто объективного развития цивилизации, развития общества, многие традиционные моменты, они уходят. Уходят безвозвратно. Скорость ухода очень быстрая. Это можно говорить как о народных обрядах, традициях, песнях, танцах, фольклоре. Так и о том, что является вот таким народным творчеством, скажем, материальной культуры. Ну, например, традиционное жилище. Вот деревенское традиционное жилище. Буквально уже на глазах тает традиционная деревянная застройка. В малогородах, там, в центральной России, в деревнях, в селах. Какая-то ужасная картина, когда приезжаешь в деревню, и самый красивый дом, который мог бы, например, стать объектом культуры наследия, именно он находится в самом плохом состоянии. Это какая-то странная такая закономерность. Именно у него уже обвалилась крыша, и он скоро рухнет. Понимаете, проблем очень много. Здесь, конечно, кстати, вот перекидываем мостик и, так называем, материальным культурным наследием к памятникам архитектуры и истории. Я хочу сказать, что вот я, честно говоря, очень хорошо понимаю, что да, очень много нужно сделать еще по законам. Вот, в частности, по нематериальному культурному наследию, по всей видимости, нужен закон. Сейчас у нас такого нет закона. Очень важная проблема, конечно, создания реестра. Единого реестра, где учтены были бы все объекты нематериального культуры наследия. Сейчас предварительная работа, в общем-то, проводилась в Министерстве культуры. Она проходила в рамках домов народного творчества, которые составляли региональные такие вот каталоги нематериального культуры наследия. Российский фактлерный союз очень много для этого сделал, институтовское сознание. Но вот единого пока нет. Единого документа, единого перечня по единой форме, по единой методике. Для чего это важно? Вот когда некоторые пытаются трактовать такой реестр как подобие реестру памятников истории архитектуры, которая существует, я с ними в корне не соглашаюсь. Здесь задача другая. По сути дела, вот мне кажется, самым удачным сравнением красная книга. То есть мы должны составить некую красную книгу объектов нематериального культуры наследия. То есть вот и так же, как в красной книге есть градация. Вот это, например, уже исчезло. Это находится на грани исчезновения. Это, значит, еще пока держится, но ему нужно срочно помочь. Это вроде уже исправили, да? Потому что ведь наша задача, понимаете, не просто записать и наслаждаться тем, что у нас вот в книге где-то там ноты записаны. Ну, понятно, конечно. Задача сохранить. Причем сохранить формы тоже должны быть очень гибкие. Потому что очень часто, скажем, встречаешься с желанием, особенно ученых, ну, просто это законсервировать как-то, чтобы оно жило в деревне. Да, к сожалению, оно уже в деревне в быту очень часто и не живет. Может быть, в разных регионах, кстати, все по-разному. Если, например, на Северном Кавказе, если на Белгородчине, к примеру, в Сибири, чуть лучше дела с этим, значительно даже лучше. А вот, например, в Центральной России, в более такой урбанизированной и, скажем так, сконцентрированной в крупных городах зоне, там в деревнях это просто погибает все. Поэтому, может быть, подключать к этому активно и туризм, подключать к этому какой-то спрос. То есть, вот эти вот фольклорные ансамбли, но не те, которые даже вот изучают и его потом воспроизводят фольклор, хотя иногда нужно и это, а те, которые сохранили вот в своей деревеньке эти песни, они тоже нуждаются, наверное, в выходе на сцену, выступлениях перед туристами, в конце концов, в зарабатывании каких-то денег. То есть, должен появиться смысл существования такого коллектива. Короче, это очень такая серьезная и кропотливая работа. И, безусловно, составление такого реестра, оно помогло бы нам обратить внимание на те точки, к которым нужно приложить усилия. Понимание с Министерством культуры достигнуто, я думаю, что мы будем сейчас двигаться в этом направлении. И очень серьезным этапом я бы надеялся увидеть вот как раз наш форум. Наш форум, потому что по нематериальному культурному наследию, еще раз повторюсь, будет отдельная секция, будут приниматься отдельные решения. А будут ли, допустим, ставятся вопросы языковой сохранности? То есть, у нас Россия огромная страна, огромное количество народов, в том числе и так называемых малых народов. Ну и есть языки, в которых осталось буквально носители, считанные единицы. Будет ли подниматься этот вопрос? Безусловно, да. Понятно, что тема, она бескрайняя, как море. Это, скажем, и каждый из этих вопросов требует внимания про языки. Но что тут сказать? Безусловно, мы же с точки зрения науки понимаем, что язык в одной из своих ипостасей, это же не только средство коммуникации, это культурный артефакт. Это создание, скажем, продукта культуры, продукта многолетнего труда, традиции конкретного народа. И, безусловно, эти языки должны не просто, скажем, фиксироваться, что они еще остались. Они должны жить, они должны развиваться и так далее. Поэтому, безусловно, и этот вопрос тоже входит в нематериальное культурное наследие. Я вот хотел бы еще один вопрос затронуть и где-то даже перекидывая мостик опять к памятникам истории культуры, потому что проблема, мне кажется, общая и для нематериального наследия, и для материального. Вот мы сейчас говорили о законах, мы говорили о документах, мы говорили о политике Минкультуры, которые, например, в отношении памятников архитектуры, ну, она закономерна, часто бывает оградительной, запретительной, значит, это нельзя сносить, это нужно сохранить там. Мы придумываем массу ограничений, которые все равно, к сожалению, находятся огромное количество пользователей этих памятников, которые, ну, мягко говоря, не слушают это все и нарушают. И даже вплоть до уголовной ответственности, мы знаем, что есть 243-я статья уголовного кодекса за снос зарегистрированного памятника, там предлагает ответственность, и это не останавливает. Мне кажется, здесь проблема, собственно, две. Вот первая проблема, даже, может быть, мне кажется, неправильное понимание этой темы, в том числе и во властных структурах, и даже где-то и в обществе, потому что вот когда сам лично с этим сталкиваюсь, я просто соавтор нескольких законов с изменением, 73-й закон, как только занимаешься этой работой, сразу приходится встречать вот такую реакцию, ну, вот вы опять пытаетесь воздвигнуть административный барьер для собственников, то есть вот есть там бизнесмены, частники, которые с радостью бы все разрушили, а вы мешаете, да, мешаете развиваться городу, мешаете развиваться бизнесу, понимаете, вот это сама постановка вопроса, ну, когда мы ее, наконец, переделаем, что значит административный барьер? Это национальное достояние, это попытка сохранить нашу самость, нашу идентичность, вообще нашу память и вообще наше все, понимаете, что будет, если этого не останется. И вот эта мысль, к сожалению, она не привита еще значительной части населения, и я хочу сказать, что ситуация, она не улучшается в последнее время, а может даже несколько ухудшается, понимаете, вот нет осознания того, что это наше общее дело, что это наше богатство, это наше достояние, а если мы берем города с культурным, с историческим потенциалом, то это вообще-то даже способ зарабатывания денег. Вот почему каждый бизнесмен, там, условно говоря, который хочет снести старое здание, значит, прекрасное и, предположим, являющееся объектом культурного наследия, и построить вместо него новую коробку, которая ему удобнее, почему он не понимает, что если каждый так из них поступит, то в этот город просто потом больше никто не приедет. Но так далеко почему-то думать не хотят, каждый думает только о своем кусочке земли, а в итоге, я вам так скажу, например, в исторических поселениях, а историческое поселение, это же ведь не только отдельный объект культурного наследия, это же прежде всего застройка общая, как мы ее называем обычно, фоновая, средовая застройка, понимаете, вот там ситуация печальная, то есть, если еще памятники как-то удается сохранять, то фоновая застройка, вот эта средовая исчезает, и так мы можем вообще исторические поселения-то потерять.